Ну а еще сегодня лыжня России. Вообще отличная традиция. По всей стране в эту субботу на старт вышли более полутора миллионов человек. Их даже отдельные телеграммы приветствовал президент Путин. Для многих участие в этой акции и знак поддержки наших атлетов на Олимпиаде, как если честно и мне бы туда, очень я люблю это дело, беговые лыжи, но эфир. Зато свой репортаж лыжней России подготовил наш Олег Пакшин. Говорит, встал на лыжи впервые после школы. Ну посмотрим. В Иркутске перед началом большой лыжной гонки массовая гимнастика. Приходите к разминке, друзья! А спортивную готовность Туликов к лыжне проверил сам губернатор. Готовы? Не слышу. Готовы? В этом году тут главный завет всероссийской гонки. В красивейшей ясной поляне собрались более 7 тысяч участников. Мы видим мам, пап, детей. И сегодня самый младший участник – это ребенок, которому год и 4 месяца. Это очень здорово. В здоровом теле, здоровый дух. И в самой Тули сегодня тоже праздник спорта. Дружеский матч хоккейных легенд СССР и России посвятили нашим олимпийцам. С мыслями о них была и вся страна. Мы за наших олимпийских спортсменов, особенно за Шипулина и за всю нашу команду. Сам Антон Шипулин бежал в лыжню России в родном Екатеринбурге. 10 километров за 22 минуты 44 секунды. Победил среди профессионалов. Отлично. На родной земле пробежал. Тем более, в третий стартом послушал гимн российской федерации. В Химках, где сегодня проходила подмосковная лыжня России, тоже победил олимпиец. Трехкратный призер сочинских игр Максим Валикжанин. Раз не пускают на Олимпиаду, буду бегать в лыжню России. Праздник спорта объединил всех. А, давай, 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 Маша! Малдет! Я четвертая, Маша! Даже те, кто пока не решился встать на лыжи, сегодня на лыжне в качестве болельщиков. Музыка играет, снегом много, люди тоже довольны. Так что у нас свои олимпийские игры. А вы всегда приходите в народ вот так, вместе со всеми? Ну, когда прихожу, тогда со всеми, только не бегу. Другим видом спорта за него ходят. Гонка растянулась надолго. Некоторым спортсменам понадобилось 4 часа, чтобы преодолеть дистанцию. Но никто лыжню не бросил. Девиз «быстрее, выше, сильнее» на лыжне России правило совсем не абсолютное. Потому что даже для тех, кто пересекает финишную черту одним из последних, самое главное, что совершена 10-километровая победа над собой. Надо побеждать честно, честно. Олег Пакшин, Надежда Климович и Валерия Махова. Вести в субботу.